Друзья, в прошлый раз я вам говорил, что мы встретимся на моих мастер-классах, так и происходит. Сегодня мы в Серпухове, добирались мы интересно, как всегда без интересных происшествий у нас не происходит. Билеты взяли, но на месяц позже, получается, в декабре должны уезжать, а не сегодня. Но все нормально, все решили, мы добрались, мы в Серпухове, на реке Оке, в Орле на ней и в Серпухове на ней. Посмотрели город, очень-очень круто. А зачем мы сюда приехали? Конечно же, провести мастер-класс для спортивного клуба «Кремий». Поделимся знаниями о кикбоксинге, крутыми фишками и круто проведем время при занятии спортом. Ну что, мы погуляли по Серпуху, очень вкусно покушали. Влад, расскажи, где мы сейчас находимся и что здесь будет происходить? Мы сейчас находимся в бойцовском клубе «Кремень». Мы приехали к ребятам на семинар, поделиться немножко знаниями о единоборствах. Круто потренироваться и плодотворно провести этот вечер. Сейчас нас будет ждать сначала юниорская группа, это детишки будут, еще не взрослые. Но посмотрим, какие вообще навыки у них есть, что они умеют и проведем для них тренировку. Потом придут ребята постарше и там мы уже, наверное, так более плотно поработаем над боевыми навыками. Я расскажу какие-то моменты из своего опыта спортивного и постараюсь поделиться с ребятами какими-то интересными знаниями, которые в дальнейшем им помогут в поединках и в ответственных стартах. Ну что, друзья, семинар уже совсем скоро начнется, и я должен быть в полной готовности, поэтому мне нужно размяться. А в этом мне помогут гантели от «Блиндогриф». Совсем маленькие, по 2 килограмма каждая. Они помогут тебе, в принципе, как в домашних тренировках, так и при занятии фитнесом, ну и, конечно же, единоборств. Сейчас покажу вам парочку упражнений, которые смогут помочь вам хорошо размяться с утра или просто потренироваться в зале, ну или поизучать какие-то боевые навыки. Первое упражнение – это приседания с подъемом гантелей вверх. Мы садимся вниз, удерживая гантели перед собой, встаем и поднимаем гантели. Таких повторений можно делать 20 раз, и это хорошо поможет вам прогреться. Второе упражнение, которое можно выполнять с этими удобными и крутыми гантелями – это отжимания с подъемом их к груди. Мы делаем отжимания, после чего поднимаемся вверх и делаем подъем гантелей к груди. Выполнять можно также по 10 раз на руку. Таким образом у нас будет получаться 20 повторений. Ну и хорошо укрепляет ударные мышцы. Третье упражнение, которое поможет ваши плечи сделать сильными, мощными и объемными – это бойцовское упражнение. Так называемое нанесение прямых ударов, ударов снизу и ударов сбоку. Мы наносим удары по прямой траектории, по траектории снизу и по траектории сбоку. Такое упражнение можно делать на протяжении одной минуты, для того, чтобы накачать мышцы плечей кровью и почувствовать небольшое закисление. Но самое главное – не перегибать палку и не сделать так, чтобы плечи совсем отключились. Не перегрузить их, так скажем. Такие упражнения помогут тебе, в принципе, хорошо себя почувствовать, разогреться с утра и просто привести свой организм в бодрость. Потому что спорт и здоровый образ жизни помогают нашему телу чувствовать себя живым и здоровым. Если тебе заинтересовали такие гантели, переходи по ссылочке ниже и ознакомься с этим прекрасным тренажером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, сейчас мы поговорим с участниками семинара. И первым будет, представься... Захар Пельмешек. Захар, расскажи, как тебе семинар? Семинар очень крутой. Причем приехал такой боец, известный. Очень прикольные бои. Особенно мне понравился момент, где он в поп-доге вроде бы стоял на стене и... А-а-а-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сейчас мы пообщаемся с президентом федерации Муай-Тай городского округа Серпухов, а также основателя клуба Кремень Дельшот Мерзаев Дельшот, расскажи, какие ожидания от семинара и почему вы решили пригласить именно Влада Туйнова? По просьбе моих учеников, нашего аудитории мы решили пригласить Влада Туйнова Сейчас он является одним из лучших и одним из топовых бойцов кикбоксинга России, можно сказать, уверенно по всему миру Ожидания от мастер-класса будут у нас большие, почему? В первую очередь это будет большая мотивация для наших юных спортсменов И в первую очередь мне как тренер тоже, как боец, очень интересно там его огромные фишки именно от мастер-класса И я хотел там в конце мастер-класса, чтобы он мотивационные слова и мотивацию дал наших юных чемпионов Ну что, братва, семинар подошел к концу, прошло все прям очень-очень круто, в такой домашней кайфовой атмосфере Все были настроены на позитивную работу и на полную выкладку, это было кайфово На самом деле мы уже спешим, я бегу быстро в душ, и для вас это секунда, а для нас это целый перелет в Санкт-Петербург И мы спешим в аэропорт, погнали! Бам! Ребят, а мы уже из Сербфа перевезтили в Санкт-Петербург, и мы находимся на семинаре Сегодня мы будем работать со студентами, которые, ну я так смотрю, они уже в форме кикбоксерской Значит, они имеют понимание, что такое единоборство Круто, сможем провести время, не будем задерживать, поехали! Ну что, ребят, пока идет семинар, мы решили поговорить с директором по развитию Федерации кикбоксинга Максимом Баранниковым Макс, расскажи, твои ожидания от семинара и почему вы решили пригласить именно Влада Туйнова? На самом деле, ожидания самые простые, самые тривиальные Это познакомить молодых ребят, которые занимаются кикбоксингом, которые любят этот спорт, с их кумиром И почему Влад Туйнов? Ну, на самом деле, Влад, как ты знаешь, сейчас очень ярко залетел на арену именно профессионального спорта Очень ярко о себе заявил в последних своих выступлениях И, честно признаюсь, когда мы пришли на встречу в Горный университет, мы даже не успели предложить никого А Горный университет со своей стороны сказал нам, мы хотим видеть именно Туйнова Что, друзья, наш семинар продолжается, и сейчас мы поговорим с одной из участниц его Это Наталья, и она действующая спортсменка Привет, расскажи, почему ты решила заниматься кикбоксингом? Всем привет! Вообще, этот прекрасный вид спорта Я пришла, будучи еще совсем маленькой девчонкой Меня отдала туда мама И лишь по одной причине Потому что я хотела быть балериной, но, к сожалению, да К сожалению, в нашем маленьком городе не было балетной школы А у меня брат занимался тэквондо, кикбоксингом, вот И мама такая, ну все, идешь туда, и все У меня в целом не было, да, наверное, выбора большого Но после первой тренировки я прям поняла, что это мое Что, Диман, как тебе? Мне очень понравилось, на самом деле, очень круто Ребята, правда, заряженные, все так хотят чему-то научиться Никто даже не боялся с Ладом работать в парах по 30 секунд Очень много кругов Лад, наверное, минут 15, наверное, дрался с ними со всеми Но они очень молодцы, очень хорошие ребята Очень способные И скажу вам, наверное, мы еще обязательно приедем сюда Ну что, друзья, семинар закончился По морде мне, ребята, понадавали Я думаю, с большим удовольствием Ребята, вам понравилось? Добой! Всем все понравилось Я тоже очень-очень остался доволен Друзья, хочу сказать спасибо тем людям Без которых не получалось бы вот этих крутых влогов Это, конечно же, наш оператор Герман Ну и, конечно же, те люди, которые нас поддерживают Это магазин электроники Smartroom Ребята поддерживают нас на протяжении долгого пути И всегда выделяют финансы и инвестиции Для того, чтобы влоги были крутые и качественные Спасибо, друзья, за ваш просмотр А мы с вами увидимся в Перми на чемпионате России Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!